Послание к Филимону. В самом конце, после Тита, небольшое послание, всего 24 стиха, одна глава. В этом небольшом послании есть, ну, как минимум, два очень важных принципа, которые мы должны с вами обсудить. А предыстория такова. Предыстория такова. Апостол Павел, это одно из тюремных его посланий. Он писал это послание, будучи в тюрьме, в заключении. Предысторию я когда-то давно читал, я надеюсь, что я ничего не перепутаю. Он написал письмо Филимону, которого он привел к Иисусу Христу. Об Анисиме. Анисим, это, по-моему, этот человек, который был рабом, был слуга у Филимона. И он убежал от него, как беглый раб. И каким-то образом их пути пересеклись, этого Анисима и апостола Павла. И апостол Павел привел его, по-моему, даже в тюрьме они встретились, я точно. И апостол Павел привел его к Иисусу Христу. И теперь он пишет письмо. Потому что, в принципе, Анисим-то убежал, сбежал от своего господина. И, по идее, в принципе, он нарушил закон, и он может понести какую-то ответственность за это. И теперь, когда он уже покаялся, когда он пришел к Богу, то он пишет письмо Филимону, что вот это твой Анисим, он есть, он нашелся, он со мной. И он пишет ему письмо, чтобы он его назад принял. Уже не в качестве раба, а в качестве как брата, как друга. И вот в двух словах вот такая вот предыстория. Давайте мы посмотрим несколько стихов. Не несколько, а прочтем с 8 стиха по 21. Практически, ну, большую часть, наверное. Готовы, да? С 8 стиха. «Посему, имея великое во Христе дерзновение, приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу, не иной, кто, как я, Павел Старец, а теперь и узник Иисуса Христа». То есть он, ну, это, видимо, он уже здесь был уже в возрасте, и он узник. Он уже за Иисуса Христа, он сидит сейчас в тюрьме. Поэтому это, я и сказал, что это одно из его тюремных посланий. «Пишу тебе о сыне моем Анисиме». «О сыне» – это значит, это не то, что его сын, это тот, которого он родил во Христе Иисус. «Которого родил я в узах моих». А, то есть, видите, он его родил в узах, то есть он его родил, будучи в узах, будучи в заключении в тюрьме. «Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно». Обратите внимание, я не хотел без твоего согласия это делать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Это важно. Это важно. Потому что, если доброе дело ты делаешь как вынужденное, то доброе ли оно, и характеризует ли оно тебя как доброго, если ты это делаешь как вынужденное. «Ибо, может, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда, но не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем более тебе, и по плоти, и в Господе». «Уже принять его не как раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе, и по плоти, и в Господе». «Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его как меня». Чувствуете, что он здесь говорит? 17 стих. «Если ты имеешь общение со мною, то прими его как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне». Чувствуете, чем здесь вы «do you smell something? Do you sense something?» «Я, Павел, написал мою рукою, я заплачу, не говорю тебе о том, что ты и самим собою мне должен. Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе, успокой моё сердце в Господе. Надеюсь на послушание твое, я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю». До сих пор, по-моему, да? 21 стих, окей. Ну, вот такое место. Давайте мы здесь, в принципе, вот еще несколько стихов, и все будет послание. Но здесь вот есть очень и очень важный, очень важный принцип. Такой принцип, что он не просто важен, как бы нас напоминает Евангелие, а этот принцип лежит в самом сердце, в самом центре Евангелия. И мы должны его знать. прежде всего, смотрите, как самый первый стих, как он назвал, Павел, узник Иисуса Христа. И он обращается, в первую очередь мы поговорим о том, как он обращается к Нему. Еще раз, восьмой стих мы говорим, «Имея великое, смотрите, приказывать тебе, что должно». Видите? Что это значит? Это значит, что у этого человека, который по должности есть кто? По положению. Его офис кто? Он апостол. Апостол Павел. Он апостол. Окей? И он. Это его статус. Это его положение в церкви. И если он считает, что что-то должно быть сделано, то что он говорит? Мне. Иди и делай это. И он мне это говорит, что делать. Нравится мне это, не нравится. Он апостол. У него такое есть помазание, и у него такая есть должность, у него такое есть calling from God, у него такое есть дерзновение от Бога. То есть он уверен, что может он сделать. Имея это дерзновение, приказывать тебе, что должно. И дальше он говорит следующее. «По любви прошу не иной кто, как я, Павел, старец, теперь и узник Иисуса Христа». Что, в принципе, имея возможность приказать, как апостол, я апостол, я, тем не менее, не пользуюсь этим дерзновением, и я не пользуюсь этим положением. Я, в принципе, даже и не прихожу пред тобой, как Павел апостол, а я прихожу пред тобой, как Павел старец. и просто узник, заключенный. И я уже тебе не приказываю, как я могу это сделать, и как, в принципе, я должен сделать, а я по любви просто прошу тебя. Разница есть или нет? Какая разница между приказанием и просьбой? Очень большая. В чем она заключается? Совершенно верно. Просьбу можно отклонить. Если ты меня просишь, то я за собой оставляю право решить. Или исполнить, да или нет. Не правда ли? Ведь ты же ко мне обращаешься в форме просьбы. И ты по любви меня просишь. Я смотрю и говорю, ты знаешь, к сожалению, я не могу это сделать. Когда ты со мной говоришь, как мой менеджер, и ты мне повелеваешь, и ты даже не спрашиваешь, могу я, хочу я, то это совершенно другой тон и другая постановка вопроса. Но апостол Павел, этот человек, он очень часто в Писании именно пользуется вот такой формой общения, имея, я хочу на эту тему остановиться, потому что это this is amazing, как он разговаривал с людьми, как он разговаривал, будучи тем, кем он был, не пользуясь тем, своими положениями, дерзновением. Почему? Потому что когда он просит человека, я по любви прошу. Понимаете? Когда тебе приказывают что-то, ты немного чувствуешь любви. Правильно? Ты чувствуешь просто приказание, повеление, которое нужно делать. Может быть, оно и правильное, и сказать, надо, желательно, чтобы оно было правильным, но, тем не менее, здесь не чувствуется какого-то человеческого фактора. Тут не чувствуется какого-то божьего фактора. Тут какое-то повеление просто старшего над тобой. И он часто этим не пользуется. Должен сказать, что мы часто в других местах Писания, но в Завете мы видим, как он именно пользуется, я как сказал, именно вот такой формой обращения к людям. И что я из этого вижу? Я вижу, что этот человек, Павел, это, пожалуй, для меня личное, для себя, для его. Это вот самый такой яркий представитель Нового Завета. Вот это вот самое, что не есть, вот это вот сердце Нового Завета, где нет, где все, где все по желанию, где все должно быть по твоему согласию, где все должно быть, где он, где он, понимаете, еще, когда мне повелевает кто-то, иди и делай это, то я иду и делаю это, и солдат идет и делает это. Моего участия в этом нет, моей души в этом нет, моего согласия нет, моего ума в этом нет, меня как личности в этом нет, я просто здесь исполнитель. Помните, как римский солдат сказал, я иду, делай, делай, что я тебе говорю, и все, то есть, что ты думаешь, что ты чувствуешь, who cares? Но когда меня просят, когда меня просят, у меня, кстати, когда мы работали во Фрид Хатчинсоне, у нас был такой супервайзер, наш менеджер, его Джон звали, и когда он приходил ко мне, или мы с сыном там работали, он мне так говорил, Дэвид, if you have time, if you are not tired, would you please do this and this? Так вот он давал мне поручение по работе, ну, для человека, который недавно приехал из Советского Союза, это то же самое, что мне, значит, что мне ничего делать не надо, потому что так же начальники не разговаривают. И потом, когда я делаю то, что он говорит, он приходит и говорит, thank you so much for doing this. Я говорю, Джон, what do you mean thank you? This is my job. Да, но я... Ну, вот так вот он разговаривал с нами. И для меня это было... Вот так вот разговаривал апостол Павел. Имея дерзновение приказывать, что должно, он по любви просит, как правильно. Почему? Потому что он хочет, чтобы Филимон, услышав его просьбу, чтобы он откликнулся на эту просьбу, чтобы его душа, чтобы его сердце участвовало, чтобы он был согласен, чтобы здесь не просто были Филимон, а руки, или деньги, или силы, или инструменты, или машина, или дом, чтобы здесь была его душа, чтобы здесь был сам его сердце, понимаете? Он хочет этого. И он зовет человека в сотрудничество. Это и есть что? Это и есть Новый Завет. Это Новый Завет. Это самое, что не есть Новый Завет. Вообще апостол Павел мало того, что это был человек, вы сами знаете, кто он был, но кроме этого этот человек был еще в высшей степени какой-то какой-то утонченный, я бы так его назвал, знаете, утонченным мы говорим о человеке, какой-то благородный, какой-то внутренний, какая-то культурный, какие-то внутренние качества такие, знаете. Человек, как сказал Бог о Данииле, человек, в котором есть высокий дух. Вот этот человек был, человек, в котором высокий дух. И вот в связи с этим я вот когда думал, я подумал, что хорошо, может быть, нам обратить внимание на вот эти вот вещи, потому что я немножко отвлекусь, потому что что я заметил за годы христианской жизни, с чем я столкнулся несколько раз, что духовность – это важно, безусловно, это самое главное, и мы должны поступать по Писанию, но мы не должны забывать хорошие манеры, окей? Это не значит, что духовность должна вытеснять хорошее воспитание. Окей? Потому что этого часто не хватает. Надо вот так, так написано по Писанию, вот так духовно, не надо обращать на это. Нет, надо обращать на это внимание. Надо досчитаться друг с другом и надо показывать уважение друг к другу. Надо считаться с чувствами другого, надо считаться с личностью твоего ближнего, брата и сестры и так далее. То есть нужно какой-то чисто человеческий какой-то фактор должен быть. нужно просто уважать друг друга и быть просто воспитанными, интеллигентными, чувствительными друг другу людьми. Посмотрите, что он говорит в послании к римлянам в 12 главе. Считаться, считаться с чувствами и считаться вообще с другим человеком. И не списывать на то, что он верующий и он должен понимать, и он должен понять, и он должен простить. Но то, что он должен простить, это само собой. Но никогда не нужно этим зло потреблять, нужно всегда стараться быть. Посмотрите, каким тоном он говорит в 12 главе послания к римлянам «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру». И смотрите дальше. «Будьте бродолюбивы друг к другу, смотрите, с нежностью». Как вам нравится эта фраза? Помните это место? В почтительности друг друга предупреждайте. Что это значит? Это духовность или нет? Если хотите, да, как ты хочешь, так и понимай. Я не знаю. Но речь идет о почтительности. Нас в школе учили быть почтительными друг другу. Окей? Почтительным к старшим, почтительным, если там дедушка стоит, а ты сидишь в троллейбусе, встань, будь почтителен, respect all people. То есть, какое-то почтение покажи. Мы не должны забывать эти вещи тоже. Понимаете? Но у нас духовность, наша духовность очень часто вытесняет просто наши хорошие манеры, если они были у нас. Если было, что вытеснять. Не ничего. Посмотрите, как Павел разговаривал с людьми. Посмотрите, как он разговаривал. Посмотрите, что написано вот в первом послании к фессалоникийцам во второй главе. У нас тоже есть это место. к первой фессалоникийцам во второй главе. Смотрите, мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно, как кормилица, нежно обходится с детьми своими. И у нас так. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души нашей, потому что вы стали нам любезны. Видите тон, каким он разговаривает? Он что, разговаривает просто как апостол? Нет, мы могли прийти с важностью как апостол, мы могли прийти как седьмой стих, мы могли прийти, как там он сказал, седьмой, мы могли явиться с важностью как апостолы Христовы. Опять он не пользуется своим званием. Опять он не пользуется. Почему? Потому что он хочет, чтобы был человеческий фактор вовлечен. Он хочет, чтобы были отношения, не просто прийти, сказать проповедь, там помолиться, сделать свои дела, как апостол, чтобы все там стояли по стойке, по струнке такое смирно, и чтобы они боялись вздохнуть его присутствии и уйти, и чтобы потом все сказали, фу, он не хочет этого. Хорошо, что он пришел, и еще лучше, что он ушел. Но он не ищет этого. Он мог так прийти, у него есть для этого и статус, и дерзновение, и помазание. Но он не ищет этого. Он ищет другого. Он ищет другого. А мы этого уже не ищем. У нас, когда появляется элемент, если у нас появляется хоть что-то, из-за чего быть важными, то мы тут же становимся важными. Если у нас хоть столько есть возможностей, чтобы быть важным, мы становимся важными настолько. А если есть настолько, так уже... Ого! И потом, конечно, человек у нас это там где-то, вон там, внизу. Это не духовность. Тут нет ни воспитания, тут нет ни манер, тут нет ни духовности. Тут вообще ничего нет. С нежностью. Как? Ну ладно, там, мы привыкли, там, если две девушки там разговаривать, ну как, мужчина с мужчиной разговаривает, и элемент нежности должен быть в их общении. А он должен быть. Он должен быть как-то. Надо на эту тему подумать. Я сам не готов это объяснить, как это должно быть. Но дело не в этом. Дело в том, что мы должны понимать, что этого должно быть. Мы должны хоть к этому как-то ревномать по этому делу. А не причина, а корень-то этого берется даже не в манерах наших, не в воспитании, потому что это, опять-таки, все-таки имеет какую-то духовную базу. Любовь, да будет между вами что? Непритворно. Удаляйте зла. То есть, опять-таки, это все исходит из любви, которую мы получили от Бога, и которую мы потом как-то reflect upon each other, отражаем друг друга. И потом отсюда уже какая-то забота, какая-то почтительность. Почтительность. Что такое почтительность? Что такое, объясни, что такое почтительность по-русски? А? Уважение. Почтительность. С почтительностью относитесь друг к другу. Вообще, друг к другу относитесь с почтительностью. Не важно, кто ты и что ты. Не важно, ты тут, я тут или наоборот. С почтительностью просто относитесь с почтительностью друг к другу только за то, что ты есть, вообще то, что ты есть. И сам факт, что ты есть, это уже требует какого-то почтения к тебе. И я не думаю, что это кроется, лежит это в манерах и воспитании. Это все-таки опять-таки имеет какую-то духовную базу. Потому что я должен понимать, кто ты, что ты есть child of God, что ты тот, кого Бог приобрел для себя колоссальной ценой. И я это должен понимать, и ты это должен понимать. Понимаете, мы смотрим друг на друга так, как мы смотрим друг на друга. Но если бы мы смотрели, когда мы смотрели друг на друга, если бы мы видели, сколько Богу стоило, сколько вообще Богу стоило, чтобы ты сидела здесь, или чтобы ты сидел здесь, сколько Богу стоило это, чтобы ты здесь был, а не где-нибудь там. так мы бы, наверное, с почтением, с большим почтением это понимали бы, относились бы друг к другу. Но, в принципе, это же так оно и есть, я же это не выдумываю ничего. Богу же стоило и жизни, и страданий, и пролитой крови, чтобы ты вообще был здесь сейчас. Поэтому, может быть, даже не сколько ты ко мне с почтением относишься, а к тому, что стоит за мной, то, что стоит. То есть, это опять, это стоит на персонал левел. А если еще к этому можно добавить какое-то личное, так это вообще хорошо. Понимаете? Так вот, апостол Павел, будучи тем, кем он есть, у него человеческий фактор играл довольно-таки приличную роль. Он не смотрел на массы, знаете, как Наполеон. Сюда армия 200 тысяч, сюда армия 300 тысяч, 300, 350 тысяч. Подумаешь, какая разница. Нет. Для этого человека, личность, человек, это было важно, это было ценно. И он видел в нем, опять-таки, в нем видел Бога, и он за ним видел Бога. Поэтому для него это было ценно. И он относился к этому таким образом. И он не разговаривал с ним с позицией. Очень редко, когда он разговаривал с позицией власти, которую он имеет. И он во втором послании к Коринфянам говорил в конце уже этого послания, что я не хотел, я своими словами, но я боюсь, что меня вынужден буду прийти уже так, как с жезлом, понимаете, чтобы наказать, что при двух и трех свидетелях будет твердо всякое слово. Я не хочу. Так и Господь говорит. Как ты хочешь, чтобы я пришел с милостью или чтобы я пришел с гнилом со своим? Так Иисус Христос себя вел. Он вел себя просто как сын плотника. Он вел себя как сын человеческий. Он практически никогда себя не вел как сын Божий. Он являл свои силы, но он всегда, даже когда у него спросили, сказали, скажи моему брату, чтобы он разделил имение. Он говорит, а кто меня поставил делить имение? Это не то, для чего я сейчас пришел. Понимаете, какая скромность, какое вот это понимание своего положения. И он ни на миллиметр не переходит ту функцию, ради которой Бог Отец его сейчас послал на землю. This is amazing. Еще вот есть место во втором послании к Коринфянам, если я не ошибаюсь, если я его правильно записал. Там есть 8 глава, 10 стих он говорит так. Я даю на это совет, ибо это полезно вам, которые не только начали делать, то есть неважно, о чем здесь речь идет. Апостол Павел говорит всегда, ну не всегда, но очень часто, он говорит в форме совета. Понимаете? Он очень редко говорит, только там, где уже совсем его жизнь заставляет. Помните, когда там был блуд в этой церкви коринфянской, там 5 главе, он говорит, что... Ну, в основном он так разговаривает. В основном он так разговаривает. А как Иисус Христос разговаривает? Вот, говорит, я стою, и что? И стучусь. Я хочу войти. Если я тебе отворю, царь царей, творец вселенной, я должен тебя отворить? Да, если ты мне отворишь, то я войду и буду, и сотворю там с тобой обитие. Понимаете, тон какой. Понимаете, ну, духовность, манеры, воспитание, если хотите. Понимаете? Если тебе не отворят, он не войдет. Бог не войдет, если ему не отворят. Не все это понимали. Вы знаете, что это оценить может только тот человек, который, в принципе, сам такого же теста. Вот эти манеры, вот этот вот уровень, вот этот высокий дух, вот эта вот утонченность может оценить только человек утонченный. Потому что другой, он просто, это настолько тонко, что он просто не видит этого. И поэтому его считали не за апостола. Ну, что это за апостол? Он говорит, я, будучи апостолом, разве Христос не повелел и проповедующим Евангелие жить от Евангелия? И другие же так делают. Разве я не имею власти, как и другие, как, скажем, Петр и другие, иметь спутницу, быть, скажем, иметь жену? Разве я не имею этой власти? Я не имею этой власти. Я же имею эту власть, но я не пользовался этой властью, чтобы вас не обременять. Это его уровень, это его душа. Они поняли это или нет? Они это не поняли. И что они сказали? Ну, он вообще не апостол. Раз он без власти, раз мы его не содержим, раз у него нет того, чего у других есть, наш, высших апостолов, так он, наверное, вообще не апостол. Понимаете, какие критерии у людей? Что такое апостол, что такое не апостол? Ну, помазание, любовь Божия, то, что Господь делает через него, на это они не обращают внимания. Поэтому это сложно. Поэтому такому человеку, как он, это сложно. Вера не должна вытеснять хорошее обращение друг с другом. Окей? Вера не должна вытеснять хорошие манеры и хорошее воспитание, которое заложено, может быть, где-то там в детстве с нас. Иметь элементарное почтение и уважение друг к другу. Считаться друг с другом. Будучи апостолом, он называл себя узником Иисуса Христа. И обращался к Филимону, уже имея дерзновение приказывать ему, он обращался к нему просто как брат, как узник, с любовью прося об услуге. Прося об услуге. Он для чего... Что такое еще делает просьба, в отличие от повеления? В римской армии повеление забирает у тебя свободу, оно забирает у тебя всякие options, не правда ли? То есть, когда тебе повелено что-то делать, you have to do it. У тебя есть другие options? No. В римской армии, если ты можешь не послушаться, ты не можешь. Почему? Потому что у них есть возможность тебя убедить. То есть, но когда тебе просят, ты можешь это сделать для меня, то у тебя есть для этого options, у тебя есть для этого выбор. А выбор – это что? Это свобода. Выбор – это свобода. Новый Завет – это всегда свобода. Новый Завет всегда предоставляет тебе свободу. Чем свобода отличается от нет свободы? Она, в принципе, отличается от ним. Что не свобода не дает тебе себя проявить. Ты не можешь, когда ты не свободен, ты не можешь быть тем, кем ты хочешь быть. И можешь быть. Свобода дает тебе возможность быть тем, кем кто ты есть. Проявить себя. Окей? И поэтому Новый Завет хочет, чтобы ты проявил себя, будучи свободным, в то же время, будучи не свободным от Бога. Свободным от закона, свободным от людей, свободным от страха Божия, свободным от страха человеческого, но в то же время, будучи не свободным перед Богом. Поэтому он говорит следующее. Мы прочли это. Давайте вернемся к посланию к Филимону. Он говорит, да, к Филимону. Он говорит, 14 стих. «Без твоего согласия не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно». Понимаете? Не важно, что сейчас. Павел хотел что-то сделать вместе с Филимоном. И он имел власть просто сам сделать это, так как он считает нужным, будучи апостолом. И он, в принципе, мог приказать этому Филимону, «Филимон, ты должен принять этого Анисима и сделать то, что нужно». И это было бы доброе. Но это доброе было бы приписываемо Филимону или нет? Нет, почему? Потому что он сделал доброе по повелению, без участия, без собственной воли, без собственного характера. Он бы не проявил себя. И поэтому, хоть бы он и сделал это доброе по повелению, я не знаю, как Бог на это будет смотреть. Господь, наверное, наградил бы его за послушание, но за доброту, которую он не проявил, он бы не получил награды. Понимаете? Вместо этого апостол предоставляет ему свободу. Ты можешь принять, ты можешь отклонить эту просьбу. Поэтому я хочу это сделать, я хочу отправить тебя назад Анисима. Уже в качестве свободного, в качестве рыба. Я могу тебе повелеть его принять, но я хочу, чтобы ты сам принял решение. И я, говорит, уверен, что ты сделаешь больше. Почему? Потому что, чтобы доброе дело было не вынуждено, а доброохотно. Но в другом месте сказано, доброохотно, что дающего любит Бог. Понимаете? Доброохотно. Почему? Потому что доброохотно, охота – это твоя воля. И когда у тебя есть свобода, она, понимаете, свобода – это серьезная вещь. В свободе видно, кто ты есть. Когда тебя куда-то там связали и сказали, вот делай вот это, то это тебя не характеризует. Тебя характеризует то, что ты делаешь, будучи свободным. Тебя не характеризует то, что ты сейчас здесь сидишь и весь духовный такой. Понимаешь? Что ты сейчас… Тебя характеризует твое свободное время. Сидишь ли ты с Писанием в свободное время? Когда ты совершенно свободен, и никто тебя не видит, никто тебя не слышит, и ты просто один. Один. И вот эта свобода характеризует тебя. Кто ты есть и какой ты есть, и на каком ты свете находишься. Окей? Но это для самоанализа. Поэтому в свободе видно, кто есть, и кто чем дышит. Помните, еще в другом месте в Евангелии сказано, Христос, вот это место я тоже, я каждый раз, когда я его читаю, его пережевываю. «Кто хочет следовать за мной, возьми свой крест и что? Отвергни себя, да? Отвергни себя, возьми свой крест и следуй за мной». Он тебя заставляет это делать или нет? А что он говорит? «Если хочешь, да? Если ты хочешь следовать за мной, отвергни себя, если хочешь. А если не хочу, если не хочешь, то не отвергай себя и не следуй за мной». Это он говорит кому? Это он говорит верующим, христианам. Потому что к Богу-то понимаешь, что нужно прийти, но следовать за Ним, отвергнуть себя, взять свой крест – это уже другая тема. Может быть, не все этого хотят, я не знаю. Но он говорит, что если ты хочешь следовать за мной, если ты не хочешь следовать за мной, то не надо это делать, это ни к чему. Это нужно делать только в том случае, если ты хочешь следовать за Ним. Если ты решил просто верить и где-то там praise the Lord, praise the Lord, то это не надо делать, не обязательно. Просто верить, что там есть Бог, что Он тебя любит, иногда обратиться к Нему за помощью, для этого не надо заниматься самоотвержением, заниматься крестом, но если следовать за Ним, то это нужно делать. Ну еще там есть место писания у Якова, что у нас этого нет, я своими словами скажу, что каждый поступает так, зная, я не помню дословно, что каждый будет судим по какому закону? По закону свободы. Каждый будет судим по закону свободы. Потому что у тебя есть свобода. И Бог дал тебе свободу, и свобода обязывает колоссальные ответственности, колоссальные ответственности. Если ты не мог, если ты связан, если ты ограничен, то то, что за пределами твоей возможности, за пределами твоих каких-то, то это не на тебе. Но если ты свободен, если ты свободен это делать или это не делать, то уже будет соответствующий спрос. Ты будешь судим по закону свободы. Ты будешь судим как свободный. Ты не будешь судим как раб. Ты не будешь судим как будто ты в Египте, потому что Бог уже взял тебя из Египта. И Он тебе предоставил свободу. Он предоставил тебе эту дорогу, эту дорогу и эту дорогу. И потому что ты свободен, и на суде, и на встрече с Богом будет соответствующий разговор по закону свободы. Вот, поэтому, что можно из этого взять для себя? Ну, не знаю. Мне лично это очень нравится, вот его, лично мне очень нравится, вот это вот его этити, это апостола, как он обращается к человеку, он даже не называет себя апостолом, имея дерзновение, не пользуется, имея власть. Я не пользуюсь властью, я не пользуюсь этим, я не пользуюсь этим, я не пользуюсь этим. То, что от Бога, я не пользуюсь этим. Чтобы выиграть как-то, чтобы быть с человеком на равных, понимаете? И там написано про Иисуса Христа, что он, будучи равным Богу, не посчитал хищение быть равным Богу, он, помните филиппийцы, вторая глава, и уничтожил себя до смерти крестной. Вот это вот я и говорю, что, понимаете, что вот здесь вот у этого человека, у апостола, у него есть I can smell God, I can smell God. Вообще, вы стараетесь Бога там не увидеть, что-нибудь такое, а вы стараетесь его, вы стараетесь sense him, вы стараетесь smell him. Так вот, когда вот я вижу вот его attitude, когда я вижу его поведение, как он мыслит, как он разговаривает, как он, вот этот человек, I smell God. Attitude, the same attitude. Второй принцип, который, я думаю, еще важнее, чем этот, он изложен в стихах этой же книги, 17 и 18. Откройте, пожалуйста, эту же, эту книгу Филимона, 17 и 18. Он очень важный, но о нем мы почему-то будем говорить меньше. 17 стих. Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его, как меня. Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими третью, third party, как меня. Окей? Понимаете, что происходит? Филимон. Если ты имеешь общение со мною, то прими его, как меня вместо меня. И следующий стих, пожалуйста. Если же он чем обидел тебя, если он тебя что-то забрал, украл, не заплатил, whatever, или должен на тебе, считай это на мне. Другими словами, charge my credit card. Что это такое? Это принцип вменения. Окей? Слышали про такое слово? Оно не очень популярно у нас. Вменение. Знаете это слово? Откройте римляне 4 главу. Вменение. Поверил Бог Аврааму и что? И это вменилось ему в праведность. Вменение. Что такое вменение? Как это понять? Я думал, у меня была возможность подготовиться к этому слову. Как сказать по-русски еще вменение? Ну, зачитывается, вот я выписал, вменяется тебе, зачитывается тебе, да? Можно так сказать? Учитывается. Сейчас не очень мы пользуемся этим словом. Но в Библии это слово встречается неоднократно. Послание к римлянам. Что такое вменение? Вот это вот мы должны знать. Менение we must know. Что же так, римляне? Пока я найду. Четвертая глава. Что же, скажем, Авраам, отец наш приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Что же говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Смотрите, четвертый стих. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. Значит, вменение это не обязательно только как бы по благодати или как тебе, как одолжение. Потому что если ты сделал что-то, если ты что-то сделал, вот я, например, ты месяц работал, теперь тебе нужно, тебе что-то нужно дать, тебе соответствующую плату нужно дать, соответствующее что-то вменить тебе нужно. Но это тебе, это не фейвор, это не благодать, а это то, что тебе по долгу, то, что тебе нужно дать. Но это тоже вменяется. Смотрите, пятый стих. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого. Вера его вменяется в праведность. Вменяется. Вменяется она. До сих пор или дальше у нас есть? Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность, независимо от дел. Видите, блажен кто? Блажен тот, кто Бог вменяет. Что значит вменяет? Он тебе зачитывает, да, как бы ставит за счет, я не знаю. Я даже не знаю, как объяснить это, у меня даже нет других слов. Он вменяет, он дает тебе это, да, он тебе это зачитывает как-то, дает, вменяет эту праведность, независимо от того, что ты сделал или от того, что ты не сделал. За счет же чего тебе вменяется эта праведность? Почему она тебе вменяется? Потому что ты что? Ты поверил в то, что сказал Бог. Ты видишь, Авраам, эти звезды, вижу, вот столько у тебя будет потомства. Авраам поверил в Бога, он не говорил ему про Иисуса Христа. Авраам поверил этому слову, что у него будет столько, такое потомство, сколько звезд на Ливе. Ты можешь пересчитать? Нет. Вот у тебя будет такое же потомство. Веришь? Верю. Твоя вера вменяется тебе в праведность. Она зачитывается на тебе. Тебе ставится зачет. Вменяется. Вменяется. Это великий принцип. И это библейский принцип. И Евангелие стоит на этом принципе. И если мы не сможем усвоить этот принцип, то мы, я не знаю, на что мы вообще годны. Чтобы вменить... Смотрите, это достаточно сложно. Чтобы вменить и поверить, что тебе вменилась, для этого нужна вера. Писание говорит, имейте. Марк говорит, имейте что? Веру Божию. Имейте веру Божию. Богу нужна вера. Так там написано. Имейте веру Божию. Вот тебе вменилась праведность. Тебе или мне. Людям, которые далеки от будущей праведника. Но она вменяется. И Бог уже с этого момента на меня смотрит, как на человека, которому он сам вменил праведность. И он уже смотрит на меня, не как который, просто я его украсил. Нет, он на меня смотрит, как самого настоящего праведника. Для этого Богу нужна вера? Ну, в какой-то степени, да. Потому что я-то не праведник. Но он на меня смотрит, и он знает, и видит, что ты есть не просто чуть-чуть праведник, или там какой-то подделанный праведник. Нет, ты самый настоящий праведник. Почему? Потому что он сам мне вменил эту праведность. Тебе нужна вера, чтобы поверить, что ты есть праведник? О, да. И вот здесь-то мы все хромаем, потому что мы смотрим, что? На дела. Что Писание? Мы только что прочли. Что Давид сказал? Давид сказал еще в Псалме. Тогда, до Нового Завета, блажен человек, который Бог вменяет праведность, что? Независимо от дел. Бог вменяет. Давид еще говорил, сколько это лет назад прошло? Три тысячи. Человеку Бог вменяет праведность, независимо от дел. Тебе нужна вера, чтобы Господь говорит, я тебе вменяю праведность, и с этого дня ты праведник. Дан. Окей? Да, ну я вот то, я то сказал, я то сделал, завтра я то сделал. Понимаете, мы не понимаем, и у нас нету веры, чтобы поверить и принять от Бога то, что Он нам дает. Поэтому нужна и тебе, и Ему нужна какая? Вера, чтобы поверить в это. Теперь посмотрите, теперь посмотрите вот еще раз на эту книгу Филимона. Это очень powerful principle. Это самый, я считаю, что это самый центр Евангелия, самый центр. А, Миша, вот это 17 стих. Нам нужно 17-18 стих. Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его как меня. Существует три парис. Есть Павел, Филимон и Анисим. Окей? У нас тоже существует три парис. Отец, сын и я. Понимаете, параллельно. Кто такой Иисус Христос для тебя? Он для тебя первосвященник. Он твой первосвященник. Он твой священник. Что тут делает священник? Священник стоит между тобой и Богом. Потому что если между тобой и Богом не будет его, то ты будешь иметь бледный вид. И вот первосвященник, и вот сын приходит к отцу. И говорит отцу, если ты, отец, имеешь общение со мною, то прими его как меня. И что делает отец? Отец принимает. Почему? Потому что это его и есть. Это его план. Он не против этого. Он за это. Это его план. Это он. Это он послал сына, чтобы сделать то, что сделает. И следующий стих, Миша, можно следующий стих? Если же он чем обидел тебя, это я. Кого я обидел? Проблема у кого? Не у меня со священником, не у меня со Христом. И не у тебя со Христом. Проблема, запомни, у тебя только проблема с отцом. Если это, кто говорит, если он обидел тебя? Это говорит первосвященник, это говорит посредник. Потому что без него вообще мы не можем разговаривать друг с другом. Он говорит, если он обидел тебя, если я обидел отца, то что говорит первосвященник? Ты считай это на мне. Не это ли произошло на Голговском кресте? Или он должен? Но мы же все в долгу перед Богом. Христос говорит Отцу, Он обидел тебя, и Он должен тебе. Считай это на мне. Charge my account. Charge my account. Вы понимаете это? А от меня что требуется? От меня. От меня требуется, чтобы я поверил в это. Чтобы я поверил в это. Что это не к моим делам не имеет отношения. И моя вера вменяется мне в праведность. Мне происходит вменение. Происходит процесс вменения. Слово-то какое. Мы даже его до конца, может быть, и не чувствуем. Но именно это и происходит. Оно вменяется. Даже не знаю, как это слово заменить по-другому. Обмен. Ну, какое-то вменение происходит. Это какое-то что-то органическое происходит. Что-то на меня вменяется. Что-то мне вкладывается. I don't know. Ну, вы понимаете, о чем речь идет. This is very powerful. This is very powerful. Поэтому я тут уже сказал, что я тут много говорить не буду. Тут я даже не знаю, что тут сказать. Но мы должны это обязательно проглотить. А когда мы это проглотим, это то, что мы проглотили, оно должно куда-то там деться. Оно должно раствориться. Тебе вменяется это. А твой долг charged from his account. Вот это вот служба первосвященника. Запомните, пожалуйста, первосвященник всегда за вас. Он всегда на вашей стороне. Что бы ты ни сделал. Он всегда за тебя. Что бы ты ни сделал, какой бы ты номер ни отколол, твой первосвященник, он всегда on your side. Period. Это и есть его служение. Он твой адвокат. Окей? Есть адвокат, а есть прокурор. Так вот, первосвященник – это не прокурор, который приносит обвинения. Первосвященник – это адвокат. Это адвокат твой. Всегда. It's his full-time job. Мало того, что он тебя защищает, он еще постоянно charging his account on your behalf. Постоянно. As long as you believe in this, тебе это вменяется постоянно в праведность. От веры к веру. Праведность свою веру и жив будет. Праведность свою веру и жив будет. Понимаете, чем живет праведник? Процесс. Процесс. Это вот как снежный ком. От веры к вере. Он живет. Не просто там поверил. Нет. Он жив будет верой. Я не знаю, как это. И тут нужна вера. Тут нужна вера. Тут нужна вера принять. И понять, что тебе это вменилось. И не стесняться. Вот эта скромность, это наша человеческая, может быть, даже какое-то советское. Это что? Вы это забудьте. Какой я праведник? Какая я праведница? Тебе это вменилось? Не стесняйся этого. Знай, кто ты. Потому что, если ты в это не будешь верить, ты никогда не будешь так жить. Ты должен поверить, кто ты есть. И жить accordingly. И жить по этому званию, которое ты получил. Тебе вменилось. Ты праведник. Ты праведница. И потому что я праведник, отсюда я живу. А если ты живешь, чтобы прийти к праведности, то ты никогда к ней не придешь. Потому что к праведности ты не приходишь. А праведность ты что? Ты получаешь. Окей? Это... You understand? Тебе вменяется это. И тебе для этого нужна вера. И это и есть центр. Центр Евангелия. Вменяется твоя вера. А если нету веры, так что вменять? Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. I think it's powerful. Апостол Павел, приняв этот принцип, зная его, вы видите, он его что? Он применяет его в своей жизни. О, этот принцип, этот закон духовный, его жизнь не живет. Он не просто знает, он не просто проповедует, как я проповедую, а потом я... Понимаете? Нет, это... It's powerful. Это его... Это в его системе. Это органическая система. Он живет в этом. Он течет, он пришел к нему, и он течет через него. К нему пришла любовь Божья, и теперь она через него идет, касается других людей. Вот это вот... Вот это вот, понимаете, течение совершил. Веру сохранил течение. Через него... До него подошел поток, и он не остановился на нем, как это бывает у нас с вами. И вот это вот нам нужно... Нам нужно усвоить. Но для начала... Для начала нам нужно поверить в это. Окей? На каком основании Господь ты взял с меня, будучи грешника, и сказал, что с этого дня ты праведник? Что, собственно... Откуда это все? Поэтому я прочел вам там из Филимона, что если он что-то должен на тебе, если он обидел, чем тебя, то charge my account. Считай это на мне. Всегда есть плата, всегда есть цена за праведность. Господь меня простил, Господь мне дал праведность, все, I'm done. Есть, да, но это не просто так. It's not free. Это не просто так тебе пришло. Кто-то заплатил за это. С какого-то аккаунта сняли очень много. И это с его аккаунта. И вот это вот и есть цена наша. Окей? Поэтому вот это вот вменение, оно... Вы об этом думаете. Почему тебе вменилось? За счет чего тебе это вменилось? И веришь ли ты, что тебе это вменилось? Ты должен в это верить. Потому что, если ты не веришь, так, может быть, оно и не вменилось. Потому что вера твоя вменяется тебе. Должна быть вера. Аминь? Ну, а сейчас давайте мы будем... Давайте мы будем вспоминать Иисуса Христа, Его жертву, Его крест, Его смерть. Не к смерти воскресенья, а просто смерть. Потому что хлебопреломление это что? Мы возвещаем... Что? Возвещаем смерть Его. Такой ли Он придет. И сейчас, может быть, в свете нашей этой темы, сегодняшней, попробуйте... Попробуйте увидеть здесь... Он говорит, если что, я тебя обидел, то мы сегодня вспоминали наши обиды, которые у нас много, с которыми мы живем. Сейчас давайте сфокусируемся на той обиде, которую мы все нанесли Богу. И продолжаем, кстати, наносить. И... Господь нас принимает и не обижается на нас. Он удовлетворен. Он удовлетворен. Почему? Потому что принесена жертва... Какая? Умилостивление. Что это за жертва? Она жертва, которая умилостивила Его. Она satisfied Him. Это было взято ни с моего, ни с твоего аккаунта. Она пришла откуда-то с другого аккаунта. Это была... Это вот она есть. Вот это аккаунт. Это его смерть. И давайте вот сейчас в этом свете нашей темы увидим, в этом хлебопроломлении, в этом теле, в этой крови увидим тот долг, который был заплачен за тебя и который нужно принять, который нужно принять верой. Настолько принять верой, чтобы понять и увидеть себя праведником, которому она вменилась, вмененным праведником. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...